Глава пятнадцатая В условленный час переправился я через Рейн, и первое лицо, встретившее меня на противоположном берегу, был самый тот мальчик, который приходил ко мне поутру. Он, по-видимому, ждал меня. «От фрейлин Аннет!» — сказал он шепотом и подал мне записку. Ася извещала меня о перемене места нашего свидания. Я должен был прийти через полтора часа не к часовне, а в дом к фрау Луизе, постучаться внизу и войти в третий этаж. «Опять?» — спросил меня мальчик. «Да», — повторил я и пошел по берегу Рейна. Вернуться домой было некогда, я не хотел бродить по улицам. За городской стеной находился маленький сад с навесом для кеглей и столами для любителей пива. Я вошел туда. Несколько уже пожилых немцев играли в кегли. Со стуком катились деревянные шары, изредка раздавались одобрительные восклицания. Хорошенькая служанка с заплаканными глазами принесла мне кружку пива. Я взглянул в ее лицо. Она быстро отвратилась и отошла прочь. «Да-да», — промолвил тут же сидевший толстый и краснощекий гражданин. «Ганхин наш сегодня очень огорчена. Жених ее пошел в солдаты». Я посмотрел на нее. Она прижалась в уголок и подперла руку и щеку. Слезы капали одна за другой по ее пальцам. Кто-то спросил пива. Она принесла ему кружку и опять вернулась на свое место. Ее горе подействовало на меня. Я начал думать об ожидавшем меня свидании. Но мои думы были заботливые, невеселые думы. Не с легким сердцем шел я на это свидание. Не предаваться радостям взаимной любви предстояло мне. Мне предстояло сдержать данное слово, исполнить трудную обязанность. С ней шутить нельзя. Эти слова Гагина как стрелы впились в мою душу. А еще четвертого дня в этой лодке, уносимой волнами, не томился ли я жажды счастья. Оно стало возможным, и я колебался. Я отталкивал. Я должен был оттолкнуть его прочь. Его внезапность меня смущала. Сама Ася с ее огненной головой, с ее прошедшим, с ее воспитанием. Это привлекательное, но странное существо. Признаюсь, она меня пугала. Долго боролись во мне чувства. Назначенный срок приближался. Я не могу на ней жениться, решил я наконец. Она не узнает, что и я полюбил ее. Я встал, и, положив таллер в руку бедный Ганхен, она даже не поблагодарила меня. Направился к дому фрау Луиза. Вечерние тени уже разливались в воздухе, и узкая полоса неба над темной улицей олела отблеском зари. Я слабо стукнул в дверь, она тотчас отворилась. Я переступил порог и очутился в совершенной темноте. — Сюда! — послышался старушечий голос. — Вас ждут! Я шагнул раз за два ощупью, чья-то костлявая рука взяла мою руку. — Вы это фрау Луиза? — спросил я. — Я! — отвечал мне тот же голос. — Я мой прекрасный молодой человек! Старуха повела меня опять вверх по крутой лестнице и остановилась на площадке третьего этажа. При слабом свете, падавшем из крошечного окошка, я увидал морщинистое лицо вдовы бургомистра. Притворно-лукавая улыбка растягивала ее в валившиеся губы, ежило-тусклые глазки. Она указывала мне на маленькую дверь. С удорожным движением руки отворил я ее и захлопнул за собою. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова